Всем привет! Готовим рис с грибами и зеленью на ужин. Все ингредиенты я оставлю в описании под этим видео. В разогретое подсолнечное масло выкладываем целые грибы, вешенки. У меня грибы небольшие и поэтому будет мне с ними немножко неудобно работать. Грибы желательно выбирать крупные и их будет переворачивать просто удобнее. И жарим их так, чтобы они у нас стали хрустящими. Мы не мешаем, просто прижимаем и ждем пока поджарится нижняя часть. Конечно, если вы будете прижимать еще поменьше сковороду возьмете и будете ею прижимать, то они лучше прожариться станут более плоскими. Желательно вот добиться такого плоского вида у грибов. Если не получится, то вот прижимайте, чем можете периодически, чтобы они немного стали плоскими. Прожаренные грибы переворачиваем. Проделывать мы это будем несколько раз, пока у нас грибы не станут более подсушенными. Сейчас они у нас влажные, вот выходит с них влага и вот когда выйдет вся влага, тогда они у нас хорошо прожарятся, станут хрустящими и то, что нам нужно. На этом этапе мы можем посыпать специями и немного посолить. Специи мы не перемешиваем, просто так немного распределяем и прожариваем. Вот до такого состояния доводим грибы. Грибы у нас готовы, можем снимать с плиты. Наливаем кунжутного масла и в кунжутном масле прожариваем корень имбиря, порезанный соломкой и немного зеленого лука. Несколько секунд прожарили и добавляем шпинат. Если у вас есть другая зелень, любой молодой салат, который вы любите, вы можете его также добавить. Можете немного шпината, немного салата, листья салата и жарим несколько минут. Чтобы ничего не пригорело, постоянно перемешиваем. По виду, по состоянию листьев вы увидите, когда они станут готовы. Они станут мягкими и уменьшатся в размере. По желанию можно посолить. Но так как мы будем добавлять еще соевый соус, то соль можно не ложить. Я думаю, достаточно будет и соевого соуса. Но если вам мало соли будет, вы можете посолить немного. Постоянно перемешивая, продолжаем жарить. На это количество зелени я добавляю чайную ложку соевого соуса. Когда останется уже совсем немного, когда уже почти будут готовы листья, я добавлю горчицу. Где-то чайная ложка на это количество зелени недостаточно. Распределяем хорошо горчицу по листьям. Прожариваем еще минуту вместе с горчицей, перемешивая хорошо. И все, наша зелень готова. К готовому отварному рису мы выкладываем грибы и зелень. Посыпаем зеленым луком, укропом по желанию, если кому нравится укроп. Вот и все, наш ужин готов! Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok